Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Индекс доллара вновь пробивается к рекордным значениям. Спрос на американскую валюту усилился после того, как Федрезерв принял решение повысить процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов и обозначил намерение продолжать ужесточение курса денежно-кредитной политики, пока инфляция не замедлится до приемлемых значений. Таким образом, рынки предполагают подъем ставки до 4,5% к концу этого года. Кроме того, инвесторы покупают доллар, учитывая его статус валюты-убежища в условиях нарастающей геополитической напряженности после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Это явный признак эскалации военных действий в Европе и без того страдающие в приближении рецессии и энергетического кризиса. Как итог, на рынке отмечено бегство капитала из Старого Света в новые Соединенные Штаты. Интересно, но в бизнес-среде отмечается тенденция уже не только на перевод инвестиционных средств, но даже перенос производства из Европы в США. Из-за резких скольбаний цен на газ и проблемами с цепочкой поставок промышленное производство в Европе становится крайне затратным и рискованным предприятием. Так, среди европейских компаний, решившихся в последнее время все силы перебросить на другую сторону Атлантического океана, немецкий «Фольксваген». Читая такие новости в СМИ, участники рынка не ждут позитива в отчете экспертов Института АЭФО с расчетом сентябрьского значения индекса делового климата локомотива европейской экономики Германии. Прогноз предполагает дальнейшее снижение с уровня 88,5 пунктов к 87, а может даже еще ниже. Отметим, что уже в августе показатель был на минимальном уровне с пандемического июня 2020 года. Разумеется, при таком информационном фоне ждем обновления минимумов и котировка евро-доллар. Сохраняют пессимистичный настрой трейдеры на фондовых рынках. Ведь повышенная ставка Центробанка США – это определенно препятствие для развития предприятий. Дополнительный удар по фондовой Америке нанесут и данные по объему заказов на товары длительного пользования, свидетельствующие об ухудшении спроса и негативных тенденциях в потребительском секторе. В августе число заказов после застоя, скорее всего, сократится на 1,1%. Очевидно, что в странах еврозоны ситуация с потребительскими настроениями еще хуже. В среду показатель индикатора уверенности потребителей Германии обновит рекордный минимум. Среди немецкого населения отмечен рост пессимистических настроений в условиях страха в грядущей рецессии и обеспокоенности приближения энергетического кризиса. Домохозяйства предпочитают сбережения, нежели расходы, откладывая денежные средства в ожидании холодов и больших счетов за электроэнергию. А евро продолжит отдаляться от уровня паритета с долларом по направлению на юг. В общем, фундаментальный фон нынче весьма тревожный, поэтому нужно как никогда пристально отслеживать развитие событий. В этом вам поможем мы и наши ежедневные выпуски новостей. Подписывайтесь на наш канал, будем на связи!